Морская пехота есть у многих стран, но только в Америке морпехи не род, а отдельный вид войск. Корпус морской пехоты США фактически самостоятельная армия. У неё есть свой флот десантных кораблей, своя авиация и специализированная бронетехника. Морская пехота в вооружённых сетях. Морская пехота в вооружённых силах Соединённых Штатов один из основных родов войск ведения боевых действий на суше. И если у нас подразделения морской пехоты это элитные и немногочисленные части, то для США это едва ли не главный род наземных войск. Победа ещё не одержана, пока на землю врага не ступила нога морского пехотинца. Итак, морская пехота США. Мысль о необходимости создания морской пехоты как рода вооружённых сил возникла в Америке ещё в 19 веке. Естественная удалённость от Старого Света ставила перед США задачу формирования сил, способных воевать далеко за пределами Родины. Морская пехота это сложнейший механизм. Ведь помимо самих солдат и вооружения требуются подвижные склады оружия и боеприпасов, провианта и многого другого, что необходимо для ведения боевых действий. И такой механизм был создан. Первый опыт массированного применения морской пехоты пришёлся на Первую мировую войну. Десятки тысяч американских солдат были переправлены в Европу, где они вступили в бой против кайзеровской Германии в составе объединённых сил Антанты. К началу Второй мировой морская пехота США превратилась в ещё более гробную силу. Мы хорошо помним высадку союзников в Нормандии и боевые действия против Бермахта. Однако для самих американцев куда более важными виделись боевые действия в акватории Тихого океана. После атаки японцев на Перл-Харбор там началась островная война. Японские войска высаживались на территориях стран-бассейна. После чего перед американской морской пехотой вставала задача выбить хорошо окопавшегося и ждущего её во всеоружии противника. Островные сражения принимали затяжной и кровопролитный характер. Несмотря на поддержку авиации и артиллерии кораблей, практически каждая высадка даже на крохотном кулачке земли превращалась в ожесточённый встречный бой. И так день за днём, остров за островом. Главными сражениями на Тихом океане с масштабным участием морской пехоты стали битвы за Гладалканал, Ивадзиму и Акиналу. Американцы оставались верны своей тактике. Большая концентрация сил, в несколько раз превосходящая противника, многодневная артиллерийская и авиационная подготовка и только потом высадка на берег. По размаху и напряжённости боёв, самой тяжёлой оказалась операция по захвату Окинавы. Она продолжалась 82 дня, с 1 апреля по 21 июня 1945-го. Японцы готовились защищать остров всеми силами, потому что Окинава была последним препятствием перед высадкой американцев в самой Японии. Гарнизон насчитывал около 80 тысяч человек. Оборонительные линии были подготовлены со всей возможной изощрённостью и хитростью. В боях участвовали три дивизии морской пехоты и четыре армейских. Окинава стала местом самого активного использования в боях лётчиков Камикадзе. До самого конца армия самураев держалась предельно стойко. В плен сдалось только 8 тысяч человек. Благодаря абсолютному превосходству американских войск в авиации, корабельной артиллерии, потери японцев были вдвое выше. Однако на Окинаве американцы понесли самые большие потери в ходе одной операции за всю войну – около 50 тысяч человек. В память о главных сражениях морской пехоты, после войны названия островов были присвоены специализированным десантным кораблям. Следующим крупным полем битвы стал Вьетнам. Опыт войны в джунглях Тихоокеанских островов не пропал даром. Однако здесь территория была куда более обширной, а противник – многочисленным и хорошо замаскированным. Здесь особую роль стала играть авиация морской пехоты, которая действовала в тесном взаимодействии с наземными частями. Американцы успешно использовали немецкий опыт прямой связи пехотных командиров с лётчиками, которые работали непосредственно по тем объектам противника, которые указывали с земли, иногда даже с помощью обычных ракетниц. Наличие вертолётов обеспечивало не только возможность быстрой доставки морских пехотинцев с кораблей, но и высокую мобильность непосредственно на театре боевых действий. Так морская пехота стала вдобавок летучей. Профессиональные солдаты любят придумывать грозные названия своим подразделениям. Бойцы морской пехоты США называют себя дублёными загривками. Далеко не все проходят испытания в учебных частях, но те, кто остаются в строю, становятся морпехами на всю жизнь. Опыт Второй мировой показал, что морской пехоте жизненно необходима плавучая бронированная техника, поскольку в момент десантирования солдаты находятся в наиболее уязвимом положении. И такие машины были созданы. Это плавучий бронетранспортер LVTP-7, вооружённый крупнокалиберными пулемётами и автоматическими гранатомётами. Он может перевозить в условиях трёх-четырёхбального волнения на море 25 десантников, целый взвод. Машина получилась немаленькая. Её длина 8 метров, высота более трёх. При таких размерах она развивает весьма приличную скорость. На суше 65, а на воде 13 километров в час. Американцам удалось создать для экспедиционных сил морской пехоты универсальные десантные корабли типа «Тарава», не имеющие аналогов в мире. Огромные, размером с авианосец средней величины, они несут на борту бронетранспортеры, вертолёты и десантные платформы на воздушной подушке. Каждый такой корабль перевозит около двух тысяч морских пехотинцев. Их высадка на берег занимает минимум времени. Первая волна десанта высаживается с вертолётов, вторая — с кораблей на воздушной подушке и третья — с ЛВТП-7. Основным самолётом поддержки морской пехоты на протяжении уже более 20 лет остаётся АВ-8Б — самолёт вертикального взлёта и посадки. Это американский вариант знаменитого британского самолёта «Харри». Такая машина может работать с кораблей, не имеющих катапульты и садиться на крошечные площадки подскока для непосредственной поддержки войск. Сегодня морская пехота США — это самостоятельный вид вооружённых сил, а не просто десантный род войск. Её общая численность — 300 тысяч человек, не считая резерва. Это мобильные части, готовые к немедленному использованию. Морпехов готовят по особой, более жёсткой программе, чем сухопутчиков. Их учебные центры носят название «Депор». Самой жёсткой учебкой, ещё со времён призывной армии и до наших дней, считается депо на острове Пэрис-Айленд, жизнь в котором подробно описана во множестве книг и фильмов, включая знаменитую ленту Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Дренада, Гавайи, Сомали, Ливан, Кувейк, а ныне Ирак — это далеко не полный перечень мест, где морские пехотинцы США воевали в последний год. Сегодня морская пехота США получает новейшие образцы вооружения, позволяющие вести бой в любое время суток. Субтитры создавал DimaTorzok